МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потомственный маг, колдун, чародей, шаман снимет с глаз и порчу, вылечит от онкологии бесплодие, увеличит мужскую силу и обеспечит долголетие. Кажется, даже самые отъявленные скептики и материалисты уже поверили в действенность экстрасенсорики. И вправду, люди, наделённые этим даром, творят чудеса. Но счёт таких кудесников идёт на единицы. Мы достаточно долго занимались, в том числе и изучением экстрасенсорных способностей человека. И по нашим данным, 1-2% как раз из сотни людей, которые заявляют себя экстрасенсами, не обладают реально сверхвозможностью. При этом стоит взять в руки любую газету объявлений, а ещё проще – открыть интернет. И перед нами россыпью лягут вот такие невероятные предложения целителей. К концу этому списку, как видите, нет. Ведь они хорошие все психологи, да? И, как бы сказать, они видят, если человек пришёл ко мне, значит, я способен его развести на деньги. А уж что я ему придумаю? Ну, это каждый по-своему. Самое главное – преданный взгляд в глаза. Я вам помогу. Больше никто. Когда измученный несчастьями человек уже не верит в избавление от бед, он обращается к сверхъестественным силам. В своей хрупкой надежде исцелить болезнь близких, изменить диагноз, который звучит как приговор, или залатать трещину, которую дала жизнь, он часто попадает к магам-разрушителям. Ещё 20 лет назад во всём Советском Союзе вели практику 150 экстрасенсов, реально имевших способности к врачеванию. Сейчас только в Москве около 20 тысяч человек называют себя потомственными колдунами и выражат в многочисленных капищах салона. Салетим очень хорошо, не нужно ничего, не нужно специального образования. Более того, если говорить на бизнесовом языке, порог входа на рынок очень низкий. Нужно сделать себе сайт и написать, что ты потомственный кто-нибудь, хорошо бы в шестом поколении или шестого чего-нибудь уровня. И нормально. Магия появилась на Земле с первых дней человеческой цивилизации. Древние заклинали силы природы, пытаясь избежать ущерб от стихии. Мистические ритуалы предваряли любое действие, будь то военный поход, охота, разведение огня, приготовление пищи. Без совета с колдуном или шаманом даже вожди племён не принимали никаких решений. Человек тогда ещё был на примитивном уровне развития и не мог объяснить, скажем, откуда берётся молния или дождь, болезни, неурожай и прочие напасти. Отсюда пошли суеверия, вера в духов и возможность магического освобождения от них. Людские пороки тоже обладали дурной славой и рождали приметы и суеверия. В понимании наших предков зависть порождала сглаз, ревность – приворот, жадность – порчу. Многие из этих суеверий пережили века и существуют и поныне. Именно поэтому множество наших современников пользуются сегодня магическими услугами. Целая армия бизнесменов существует за счёт магических доходов. Обороты только в Москве сотни миллионов, если не миллиарды долларов в год. Я считаю, вот такого вида целительства вообще беспроигрышный вариант. Проверить, чистые у вас чакры или нечистые, нельзя. Всё, что касается энергетических потоков, энергетических каналов, я готов это чистить прямо десятками, сотнями и стадионами. Обычно принимают колдуны и маги в своих квартирах или в арендованных помещениях. Чем слабее дар целителя, тем больше внимания внешнему антуражу. Особый акцент ритуальному залу. На стенах индуистские, буддистские символы, тантрические свастики, высушенные растения, чучела животных и птиц, благовония и свечи, хрустальные шары и фигурки. Могут быть иконы, Библия, Кабала, колоды карт, астрологические таблицы. Надо взять книгу Гарри Поттера, там написано, как правильные маги одеваются. Собственно, ничего больше не нужно. Магическая шляпа, череп, хорошо бы, конечно, чучелку крокодила под потолок. И тогда, да. Тогда, первое, есть за что брать деньги. Понятно, что человек обладает магическими способностями, у всех чучела крокодила висит. А здесь висит, значит, это маг. Мы делаем вот такие очень простые комплексные эквивалентности. Мы одно приравниваем к другому. Не то, что человек чем-то обладает, и поэтому он маг. А человек одет во что-то, и поэтому он маг. Вот это и работает. Этого темнокожего кудесника звали Диаби Мораби, родом из Африки. Некоторое время назад он врачевал столичный бомонд. Отбой от клиентов не было. Эта девушка очень хотела стать моделью. Грезила подиумом. Вот только свои ноги считала коротковатыми и кривыми. Это объявление ей то ли сунули в руки у метро, то ли бросили в почтовый ящик. Потомственный колдун, медиум и ясновидец Мораби обещал все исправить. Колдун встретил пораженную девушку в белом тюрбане и пестром одеянии. Показал многочисленные дипломы и свидетельства. Осмотрел ноги юной пациентки. Пообещал приготовить чудо-зелье. Полистал вот эту книгу с магическими рецептами. Выходило не меньше 500 долларов. Таких денег у клиентки не было, и она засобиралась домой. Но лекарь пригрозил страшными напастями уродствами порчи. Пришлось пустить в ход родительскую заначку. Взамен вот эта бутылка мутного эликсира счастья. Вот выдана снадобья, которую она должна была, значит, пить. Пахнет, да? Для того, чтобы вырастить. Может, вырастим все? Пахнет вкусно. Девушка начала принимать лекарства и постоянно измеряла длину ног. Прошло три дня, однако сантиметры не прибавлялись. Значит, трудно сказать, что это, но химики сказали однозначно, ну, первое, что мы проверили, не является наркотиком. Химики сказали однозначно, что здесь наркотических средств нет, поэтому наркотики отпадают. А что это, или просто мел, песок и так далее, мы вопрос этот не ставили, это покажет только химическая экспертиза. Рецепт колдун вычитал вот из этой книги снадобей. В комнате, где он принимал клиентов, были и другие колдовские реквизиты. Рога носорога, четки, амулеты, порошки из африканских растений и многочисленные дипломы. Правда, сотрудники правоохранительных органов усомнились в их подлинности. Сегодня наградить себя дипломом, состряпать сертификат или другой документ можно в любом печатном салоне за копейки. Мараби где-то раздобыл диплом российского магического братства и творил чудеса. Оперативники изъяли у африканца вот эту тетрадь с десятками женских имен и номерами телефона. Скольких клиентов в действительности осчастливил этот колдун, можно только догадываться. Внушение и самовнушение могут творить чудеса. Мы даже не замечаем, как каждый день подвергаемся зомбированию и разного рода психологическим установкам, которыми и пользуются предприимчивые целители. Одно из наиболее сильных влияний с нашей точки зрения как раз внушение и чуть меньше самовнушение. Мы верим мнению других людей, особенно если это мнение не от одного человека, а от двух-трех разных людей. мы начинаем это рассматривать как истину в последней инстанции. Поэтому люди очень легко подвергаются внушениям. И эти внушения, причем они мелко и незаметно входят в нашу жизнь. Объявление в аптеке, которое меня всегда потрясает, «А вы подготовились к эпидемии гриппа?» Оно означает, что эпидемия гриппа будет обязательно. Написано на дверях аптеки. Эпидемия гриппа будет. Весь вопрос вашей готовности. Но вот после того, как таких плакатов человек прочитает, 10-15, конечно же, у него в подсознании откладывают, что эпидемия будет обязательно. Это внушение. Это особенность крупных городов с их сумасшедшим ритмом жизни. Человеку нужен кто-то, кто возьмет часть стресса на себя, кто выслушает и даст совет, кто проявит участие и понимание. Если в цивилизованных странах эту миссию берут на себя профессионально подготовленные психологи, то у нас эта ниша во многом занята самоучками и самозванцами. На что и расчет у представителей нетрадиционной медицины, популярность которой с каждым годом растет. Человек приходит к целителю, целителю его накачивает то, что на нашем языке называется ресурсами. Человек начинает чувствовать в этом конкретном месте себя хорошо, окрыленно. Он уходит и через какое-то время эта эйфория исчезает, и значит нужно прийти к целителю еще раз. Это стандартная методика для того, чтобы привязать человека, создать в том числе созависимые отношения. Я пришел к целителю, почувствовал себя хорошо. Для целителя, я считаю, это максимально правильная методика. Человек будет к нему ходить годами, а может быть и десятилетиями. Чтобы поверить в серьезность и эффективность лечения с помощью нетрадиционных технологий, неплохо бы провести независимую экспертизу. Сторонники целительства скажут, зачем? Ведь человек сам способен себя лечить, поскольку наш организм представляет собой совершенную саморегулируемую систему. Просто современный житель Земли потерял заданные природой свойства, а шаманы и колдуны открывают их вновь, помогают включиться в информационный обмен с космосом. Положим лечение человека, да? Вот он лапками водит, 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 водит над вами, да? И вроде как что-то получается. Для того, чтобы понять, что он делает, нужно провести исследование, допустим, в моделях инвитера, да? Взять кровь человека, дать ему возможность посмотреть, что реально происходит. Но только с одной целью. Для того, чтобы изучить тот спектр излучения, который он использует при работе, да? Это может быть и акустический диапазон, да? То есть это бубен шамана. То есть, ну, если он стучит в каком-то определенном диапазоне, который можно записать на магнитную ленту, предположим, да? И дальше, по воздействию с этой магнитной лентой через обычную колонку, произойдет что-то с кровью, то можно использовать там музыкотерапию. История знает создание приборов на основе шаманских технологий. Но масштабы и возможности изучения этого феномена по-прежнему ничтожны. Каждый день жертвой колдунов-мошенников становятся тысячи людей. И не всегда это происходит против воли потерпевших. Мошенники играют на обычных человеческих желаниях. Ведь все хотят быть счастливыми, здоровыми и богатыми. Во-первых, если вы попали на прием к экстрасенсу, вы к нему пришли сами. Да? То есть у вас есть какое-то доверие, или вам кто-то порекомендовал. А теперь представьте себе, что вы пришли на прием к экстрасенсу, и он вам говорит, что многоуважаемый там Илья, вы посмотрите на себя в зеркало. У вас же больные почки. И если вам сегодня не начать лечиться, он остался год. Человек уходит от чародея, поглощенный мыслями о собственном здоровье. Делает УЗИ, проверяет, все ли в порядке с почками, печенью, другими внутренними органами. Да тут еще доброхоты из числа соседей или сослуживцев подольют масло в огонь. Ну, поскольку есть добрые люди, которые обязательно скажут, что ты сегодня неважно выглядишь, не заболел ли. Сразу начинаешь отслеживать внутри себя, а что же не так, и находишь. И самое главное, находишь и чувствуешь, да, действительно, на грани заболевания. С позиции целителя ситуация беспроигрышная. Если у человека что-то находят, он еще больше уверует в магическую силу худестника. Если нет, то и здоровый человек убедит себя в том, что традиционная медицина пока бессильна, и помочь ему сможет только Марк. Если ему скажут, что у него еще микролит в почках, ну, у 70% населения, он начинает верить. Ну, это, так сказать, пример. А так печень, цирроз, уже все. У вас уже гепатоз. Есть несчастный начатель, и человек начинает верить. Для сомневающихся у нечестных на руку целителей предусмотрены запугивания и угрозы. Слушай меня или заболеешь. Твой родственник умрет, рухнет бизнес. Мы боимся порчи из глаза настолько сильно, что перестаем логически мыслить. Мы удивились бы, узнав, сколько взрослых людей с высшим образованием верят, скажем, в такую примитивную по нашим временам технологию зомбирования, как цыганский гипноз. Они очень хорошие психологи. Мы занимались этим. Мы просто стояли несколько часов подряд, наблюдали. Цыгане подходят к людям, которые дают вполне определенное, то, что называется, мета-сообщение. То есть они дают определенную эмоцию, они по-определенному себя ведут. Человек, который идет уверенный, с высоко поднятой головой, к нему цыгане не подойдут. Цыгане подходят изначально людей, которые в этот момент времени чувствуют себя не очень хорошо, чувствуют себя печально, находятся в грусти, в тоске. В этот момент следует, используя дедовские приемы, подхватить и закружить человека, погрузить его в состояние транса. Именно для этого нараспев произносятся слова. Используются предметы, отвлекающие внимание. У жертвы выхватываются вещи, демонстрируются вырванные, чаще всего чужие волосы, спрятанные в руке. Слабый человек ведется, сильный дает отпор, а цыганка, как правило, оставляет его в покое. Обычно цыганки не действуют в одиночку. Одна вас остановила, другая отвлекла, третья пустила в ход свои навыки психотехники. По мимике или расширившимся зрачкам собеседника, цыганка видит, что попало в цель. Человека беспокоит болезнь, проблемы в семье, развод ребенок. При помощи наводящих вопросов она и дальше убеждает вас в своей таинственной проницательности. Если ты сейчас с нами не заговоришь, будет тебе неприятность на всю жизнь. Что происходит? Вы с ней не заговорили, и вы начинаете автоматически понимать, что вы не сделали одну часть этого действия. Следовательно, и вторая тоже сработает. Когда клиента надо раздеть догола, цыганка может сразу подключить гипноз. Кадалка начинает двигать блестящим предметом. На языке психологов ставит якорь. Или внезапно подносит к лицу зеркало, ведет быструю и непрерывную обработку словами. Наступает легкий транс, во время которого жертва с напряженной улыбкой снимает с себя кольцо, потом заворачивает его в крупную купюру, затем в другую и так до полного освобождения карманов. Асы мошеннического колдовства могут часами управлять поведением жертвы, сочетая гипноз со сложно выстроенным обманом на темы колдовства или магического лечения. Известны случаи, когда люди выносили гадалки из дома все ценное – крупные денежные заначки, спрятанные в тайниках, золото, даже технику. Иногда жертве удается сломать хрупкое психическое состояние, в которое его вводит гипнотизерка неожиданным вопросом, грубым словом, парадоксальной реакцией. Чтобы этого не случилось, мошенница тараторит, не давая вставить слово и возможности задуматься. Кстати, для нее очень важно, чтобы вы не улыбались и не смеялись. Ирония – опаснейшая помеха, которая сбивает гадалку с толку. Очень часто они хорошие психологи, очень часто те люди, которые гадают, являются всего лишь навсего хорошими психологами. Мы проводили такой эксперимент, когда послали к ясновидящей своего человека, владеющего навыками НЛП, и первый раз он пришел совершенно открытый, давал понятные эмоциональные реакции, ну, то есть вел себя естественно. Ему рассказали все его будущее. Во второй раз, когда он пришел уже, ну, если хотите, контролируя себя, закрывая в плане эмоциональных реакций, то его выгнали через пять минут, потому что человек не смог отследить реакции, а большинство шевратанов, они отслеживают именно реакцию человека, а не что-то глубинное или внутреннее. Уважаемые граждане, я хочу представить вам гражданина Камеруна Усени Нгачо Муса, да? Нгачо. Гражданин Камеруна Усени Нгачо Муса задержан сотрудниками правоохранительных органов Москвы по подозрению в совершении преступления. Мы уже говорили, чем больше экзотики, тем проще проворачивать различные аферы. Почему-то у многих людей есть вера в то, что если у человека темный цвет кожи, то он знается с темными силами, а значит, колдун и чародей. И снова два африканца выступили в роли мага. Мкоси Вилсон родился 4 августа 1970 года в ЮАР, проживал в городе Кейптаун. Образование среднее, женат, без определенного места работы. Усияни Гата Муса. Дата рождения 28 июля 1987 года. Урожение с республики Камерут. Место жительства – город Дуала. Образование среднее, специальное. Холост, без работы. В России бездомные и безработные африканцы обогащались на десятки тысяч долларов ежемесячно. Вот так при личном досмотре Мукса играючи достал 3000 долларов, что-то около 90 тысяч рублями. На эти деньги ему якобы заказали купить в Африке украшения. А, это 3000 долларов. А, для заказа, для заказа украшения. А каким языком вы владеете? Инглеж, француз. Какое-то время назад по всей Москве разлетелась молва, что эти двое делают деньги из воздуха. Сюда, в однокомнатную съемную квартиру в центре столицы, где происходило невероятное волшебство, приходили только свои и по большой рекомендации. Жадные до денег россияне шли прямо на кухню. Там уже все было готово к спектаклю. И африканцы начинали свои ритуальные пляски. Магический химический обряд. Африканцы вставляли себе в нос ватные тампоны, объясняя тем, что эти пары вредны для здоровья, и бросали в кипящую кастрюлю какую-то разбитую ампулу. Этим составом обмазывали чистые листы бумаги размером со 100-долларовую купюру. И потом все это помещалось в емкость на плите. Через полчаса происходило чудо. Вместо одной купюры африканцы доставали из кастрюли уже три 100-долларовые банкноты. Люди, сломя голову, не сались в банк. Там подтверждали – деньги настоящие. Клиент возвращался, прихватывая к африканцам больше денег. Те забирали доллары и велели приходить дня через два. К назначенному сроку в квартире гулял только ветер. Волшебники исчезали. Как потом выяснило следствие, пока бумага вываривалась в кастрюле, один из африканцев на ломаном русском заговаривал клиента. Другой в это время подменял бумагу деньгами. Никому из жертв не приходило в голову, что таких чудес не бывает. В последние годы увеличилось и очень сильно количество мнительных, неуверенных в себе людей. Психиатры связывают это с огромным количеством стрессов, особенно в больших городах. Средства массовой информации также усугубляют невротизацию людей, пугая различными катаклизмами. Мы пребываем в состоянии всеобщей паники, и всякого рода магия этим пользуется. Да не стесняйся ты меня! Глупый степень моя! Где же мне стесняться-то? Я же тебя только хорошее почувствовал. Это сеанс исцеления. Съемка скрытой камерой. Ее установил в своем доме человек, которого вы видите на этих кадрах. Народный целитель и белый маг Юрий Лавринов обещал выздоровление от любых недугов. Решал семейные проблемы, возвращал мужей, привораживал неверных, лечил от бесплодия, снимал порчу. Его клиентами были преимущественно женщины. Причем этот человек не размещал нигде объявлений. О его суперталантах вещала сарафанная радио. За целительный сеанс Лавринов брал от 200 до 1000 рублей, в зависимости от диагноза. Серьезность недуга определяла и количество посещений. Недостатка в клиентуре не было. Обходительный Юрий Николаевич производил на пациентов самое благоприятное впечатление. Несмотря на невзрачный вид, чародей мог выйти на прием вот в таких обвисших штанах и мятой майке. Однако методы лечения мага оказывались слишком нетрадиционными. Вначале все выглядело весьма пристойно. Вот Лавринов со свечой в руке кружит вокруг клиентки. Женщина постепенно расслабляется, внимая его причитания. Однако вскоре выясняется, необходимому контакту мешает одежда пациентки. Та послушно раздевается. Особые сеансы проводились в так называемой черной комнате. Глухие стены, свечи и завораживающая музыка. Видеокамера тщательно спрятана среди икон. На этом магическом ложе Лавринов завершал исцеление лечебным сексом. Заметим, все женщины оказывались с ним на пушетке добровольно. Это кадры одного исцелительских достижений Лавринова. Позже при обыске в его доме оперативники обнаружат 700 кассет. Клиентки и не догадывались, что Лавринов записывал свои сеансы. Скрытая камера зафиксировала более ста женщин различного возраста. Были и дети. Девочек приводили к целителю сами родители. Однако с несовершеннолетними все ограничивалось лишь раздеванием. Позже на вопрос следователей Лавринов ответит. Снимал на камеру, чтобы не заподозрили в изнасиловании. Все было добровольно, что и документировал целитель. Оперативники не исключают, что Лавринов мог приторговывать своим порноархивом. Следствие установило, ни одна из посетительниц черной комнаты так и не вылечила свой недуг. Шарлатану удалось скрыться от правосудия. Вполне возможно, он и сегодня практикует где-нибудь в российской глубинке. Я всегда могу сказать, что я сейчас вам почищу чакры, и после этого у вас что-то обязательно изменится. А дальше что происходит? Это работает на уровне практического гипноза. У вас действительно что-то изменится, и вы это начинаете связывать со мной. Да, самый простой метод это, знаете, лечение на расстоянии. Если я скажу, что вы можете прислать мне письмо, фотографию, и я гарантирую возврат денег в случае неудачи, то процентов 50 денег останется у меня. Люди все равно излечатся сами, но свяжут это со мной. Одна из отличительных черт лжецелителей – изобретательность в соблюдении ритуалов. Чем сложнее ритуал, тем больше человек верит. Очень часто такие целители категорически запрещают пациентам рассказывать друзьям и родственникам, как их лечат. Под страхом наведения порчи. Эффект стопроцентный. Кто же решится навлечь на себя или своих близких проклятие колдуна? Ясновидящая и гадалка Татьяна, судя по рекламе, избавила от смертельных недугов многих политиков, государственных деятелей и эстрадных звезд. Всегда гарантированный результат. Такую статью некоторое время назад прочла в одной из газет «Зинаида». Под рекламой – отзывы благодарных клиентов. Первая консультация – всего 300 рублей. Пенсионерка захотела избавить внука от проблем со здоровьем. И решила денег на это не жалеть. Она мне сказала, сними карты. Я три карты сняла. Первая карта – навели на меня порчу. Я говорю, а кто? Старуха. Она мертва. Интересно, была у нас одна. Неужели она мне это сделала? Вторая – смерть. А третья – в огне будешь гореть. Вот так она мне сказала. По отзывам свидетелей, сеанс колдовской магии проходил так. Татьяна встречала клиента в ритуальной комнате. Вокруг иконки. Видимо, за тем, чтобы подтвердить, что перед ними белый маг, не имеющий отношения к потусторонним черным силам. Свечи. Много свечей. Полумрак. В какой-то момент выходила гадалка, одетая в ритуальный костюм. Спокойным, тихим голосом она начинала что-то говорить посетителю, практически его не слушая. В ритуале использовала яйца, соль, воду. В свое заклинание несколько раз вплетала имена родственников клиента, говорила об их вероятной смерти. Гадалка всегда обещала стопроцентное исполнение своих предсказаний. И каждый раз расчет был на страх и на подчинение себе воле клиента. Воздействие может работать и таким образом, и таким образом. Если вы воспользовались, то оно работает, когда вы воспользовались. Если же вы не хотите пользоваться, то они начинают вам давать так называемые приставные внушения, постгипнотические внушения. Гадалка заверила Зинаиду, избавиться от проклятия можно. Через два часа принести 15 тысяч рублей. А еще соли и яйца для магического обряда. Не помня себя от страха, пенсионерка бросилась домой за последними деньгами. Я и так верила. Не знаю как. Верила, когда я первый раз пришла. Она на меня посмотрела так. Я сама не своя стала так. Глава не моя. Одна мысль в голове. Смерть и огонь. Она еще сказала, ни с кем не разговаривать. Я думала, не дай бог кто-нибудь знакомый встретиться. Ни на кого не смотрела. Водив яйцом по голове пенсионерки, Татьяна выдала Зинаиде Петровне свои фотографии с такой надписью. Твоя жизнь и судьба твоей семьи в твоих руках. Дала этот талисман, а затем для снятия порчи потребовала принести бутылку воды и еще две тысячи рублей. Воду она мне еще дала. Говорит, сказала, смешно даже. Татьяна сказала, принеси еще бутылку воды. Я ее заговорю. Я принесла, отдала. Она посиди в коридоре. Она выносит мне эту соль и эту бутылку. Говорит, пей утром. Я пила эту воду, а улучшения не было. Но вскоре информация о странной ясновидящей дошла до сотрудников органов. В помещении, где врачевала Татьяна, установили скрытую камеру. Вот что она зафиксировала. В соседнем помещении полно людей. Сюда на консультацию заходили по одному. Вот так помощница Татьяны дает инструкции и взымает плату. А на деле проводит предварительную селекцию клиентов. Приемы начинались с лекции помощницы-гадалки, которую она произносила, собравшись в коридоре людям. Лекция содержала в себе рекламу, услуг Татьяны, ее возможностей, а также запрет на общение с кем-либо во время ожидания приема и после приема. Запрет на рассказ кому-то о полученных предсказаниях, ибо в таком случае магия Татьяны подействовать по заверению помощницы не может. Разыгрывая отрежиссированный спектакль, она под выдуманным предлогом могла даже выгнать кого-нибудь из клиентов. Прочие страждущие понимают, что они избранные, и гадалка им обязательно поможет. Для убедительности, например, из десяти потерпевших, которые были готовы посетить гадалку, одного из них Костева выгоняла. Демонстративно указывала то, что вы не можете ее посетить под какими-то надуманными предлогами. И таким образом, значит, в отношении других потерпевших она создавала уверенность, что они избранные, они правильно пришли. А вот этот человек, он пришел неправильно, поэтому его и не допустили к гадалке. Это та самая помощница. Вот она получает деньги. А теперь внимание! Таким образом, деньги сразу перекочевывают в тайник. Здесь, в нише под потолком, за два месяца скопилось более двух с половиной миллионов рублей. Платя немалые деньги за сеанс, никто из клиентов не требовал расписок или иного подтверждения выполненной работы. Все были уверены, если платят, толк будет. Люди привыкли к тому, что что-то, за что они заплатили, будет работать. А то, что бесплатное, не работает. Например, психотерапевтические сеансы нельзя проводить бесплатно. Они обязаны быть платными. Причем плата может быть уже в зависимости от уровня обеспеченности человека. Но плата обязательно – это некоторые условия работы. И они прекрасно это понимают, в том числе и шарлатаны. Количество людей, на которых подействуют любые мои пасы руками, но которые за это заплатили, будет больше. Человеку трудно себе признать, что он отдал деньги, был обманут. Ему проще признать, что он отдал деньги человеку, который ему помог. И это тоже срабатывает. Через несколько дней Зинаида с удивлением узнала, что знахарка задержана по подозрению в мошенничестве. За несколько дней ее жертвами стали почти 200 жителей небольшого городка на северо-западе России. Уже в ходе следствия эксперты подтвердят, гадалка и ее помощница использовали для убеждения клиентов различные приемы психотехники. Первоначально сошедшему сочувствовал, то есть произносила такие фразы «Вы бедные, я вижу, как вы устали, как вы намучились», вызывая расположение к себе собеседника. Очень многие женщины на приеме сразу начинали с плача, видя такое отношение, потому что обращались люди длительное время находящиеся в стрессовой среде, в средстве своих проблем самого различного рода. Гражданка Украины Татьяна Мороз приехала в Петрозаводск как специальный корреспондент газеты «Бульвар», зарегистрированный в Киеве. На Карельской земле она чудом превратилась в гадалку. Закончив Институт культуры по специальности «Режиссер массовых праздников», она нашла, как использовать дипломную специальность в Петрозаводске, где и устроила вместе со своей помощницей это массовое представление. Значит, я пишу вас тоже смартфike 00. Подойдете к ней очень. Хорошо Neg vlog. Сумма 24 000 рублей. Записи, обнаруженные при обыске у гадалки, скорее инструкции. Каждой жизненной ситуации, с которой к ней обращались клиенты, соответствует вопросник. Мошенница просто открывала тетрадь на нужной странице и искала подсказку. И когда мы проанализировали, например, то, с чем приходили потерпевшие, и какие были предсказания в отношении всех, то оказалось, что варианты были, варьировались от трех до четырех. То есть вот то, что я рассказал. Других вариантов не было. Практически она говорила одно и то же. Ну, в этом как раз и заключается мошенничество. Человек, который обращается к целителю, как правило, подавлен или озабочен. Его могут преследовать навязчивое состояние сомнения. У него может быть какая-то очень личная тайна, о которой он боится или не хочет говорить близким. Это может быть какой-то плохой поступок в прошлом, нелицеприятный диагноз. Уже только это дает определенную власть над жертвой. Вот почему чаще всего клиентами нечистых на руку целителей становятся женщины. На Машу все обрушилось сразу. Окончание школы – разрыв с молодым человеком. Девочка впала в глубокую депрессию. Забросила учебу. Целыми днями лежала на диване, свернувшись калачиком. Мама бросилась искать помощи у специалистов. Как ей сказали, опытный целитель принимал у себя дома. Я пришла только потому, что мама велела. У меня тогда было ужасное состояние, но глаза постоянно наворачивались слезы. И его слышала, как в тумане. Он сказал, раздевайся. Я разделась, почти не слыша его. Он уложил меня на что-то. А потом я будто провалилась. Больше ничего не помню. А когда очнулась, увидела, что на мне совсем нет одежды. Он сказал, одевайся, придешь через неделю. Маша даже не поняла, почему полностью обнажена. Подумала, что был осмотр, ведь перед ней врач. Через неделю пришла снова. Встреча прошла по тому же сценарию. Он говорит, раздевайся. Она куда-то проваливается. Приходит в себя, ничего не помнит. Опять приказ, одевайся. Позже, когда она уже анализировала, когда мы с ней во время психоанализа, детально-детально все анализировали это все, что, что, как было, она вспомнила, что да, действительно, вот скорее всего, это был, не скорее всего, а точно это был гипноз. И потом он уже не скрывал, что это был гипноз. И поскольку уже года два это на тот момент продолжалось, он уже иногда применял гипноз, иногда нет. Со временем у мамы Маши появились сомнения в профессионализме врача. Состояние дочери не улучшалось. Хотя она уже не плакала по молодому человеку, но выглядела совершенно подавленной. Однажды это было без гипноза. Ничего, кроме отвращения, я не испытывала. Но я так привыкла ему подчиняться, что не смогла отказаться. А потом вышла на улицу и плакала. Какая сила заставила ее приходить к этому извращенцу, Маша не могла ни понять, ни объяснить. Каждый раз ей хотелось выпрыгнуть из своего тела. Так продолжалось долго. Все это время девочка оставалась наложницей целителя. И все это время она продолжала платить за сеансы. За эти деньги он делал с ней все, что хотел. Она даже толком и не знает, что на самом деле делала. Ну, возможно, было просто обычное половое сношение. Может быть, и нет, быхуе знают. Но фактически вот то, что происходит между мужчиной и женщиной, находящейся в состоянии сна, глубокого сна, или введенной в состояние гипноза, или бессознания, это один из вариантов парафилеи под названием некрофилея. Некрофилея – это не только влечение к сексуальным действиям с трупом. Шесть лет Маша не жила, а существовала под гнетом стыда и отвращения. Наконец, решила обратиться к психотерапевту женщине. На восстановление потребовалось два года. Женщины чаще всего стыдятся и не обращаются, ну, куда они могут обратиться? Наверное, в юридические какие-то инстанции, да? Ну, представьте, женщина замужем, или тем более девочка, которая не замужем, но надеется, она должна вот эту всю грязь рассказать бездушным, равнодушным милиционерам. А тут вдруг она придет и расскажет, что она приходила к нему домой, покорно ложилась и все. Какое тут может быть изнасилование? Специалист утверждает, что даже в самом глубоком гипнозе невозможно заставить человека делать то, что противоречит его моральным принципам и убеждениям. То есть не каждого можно сделать зомбированным, хладнокровным убийцей. Однако ввести в состояние транса можно практически любого человека. Люди, обладающие способностями к внушению, могут использовать свой дар для обмана и вымогательства. Люди, хорошо умеющие работать с психикой, к любому человеку могут подобрать соответствующие стратегии воздействия. Просто здесь нужно думать о целях. Например, те же финансовые пирамиды. Они используют это в своих корыстных целях. То есть там задачи другие. Вы приходите к человеку, а у человека задача выманить из вас как можно больше денег. И они создают зависимость на себя любимых. Они делают так, что человек уже не может добиться позитивных каких-то результатов, изменений без наличия данного человека рядом. Таких знахарей, гадалок, шаманов и предсказателей тысячи. Они наносят непоправимый ущерб клиентам, вымогая у них деньги. Так называемый отложенный эффект от их врачевания не изучен. Каков общий вред здоровью людей не подсчитывал никто. Если кто-то из пациентов попытается определить для себя пользу таких сеансов, эффект будет скорее всего непредсказуемым. Впрочем, каждый выбирает для себя. Ну, к целителям же не надо, может быть, тогда ходить. Ну и если ты пошел, ты будь готов тогда играть уже по этим правилам, по правильному целительству. Вот у них такие правила. Никто не заставлял садиться с ними за игровой стол. Целители-самозванцы наносят вред не только своим клиентам. Их деятельность – огромный ущерб такому феномену, как экстрасенсорика и нетрадиционное врачевание. Мы еще не можем понять, как экстрасенсы, действительно обладающие этим даром, вылечивают людей. Быть может, эти знания придут к нам в недалеком будущем. А пока надо надеяться на то, что целитель, взявший в свои руки вашу душу и тело, получил свой дар от Бога, а не от дьявола. Субтитры создавал DimaTorzok